Вот эту вот лекцию, которую мы выбрали и с братьями посоветовались. Какое должно быть отношение между отцом и сыном? Какое отношение должно быть между отцом и сыном? Например, сын сделал что-то неправильное. Один скажет тебе, психолог, или один человек, опираясь на свой разум, скажет, ударь его. Другой скажет, запрети ему это. Третий скажет ему, нужно с ним вести диалог. Четвертый скажет, нужно его закрыть дом, посадить на цепь или еще что-то. Субханаллах, опять же, какое же брать мнение, кого слушать, что делать и так далее в этот момент. Опять же, мы что должны, для тебя, как вроде бы, ситуация такая непонятная, и ты должен, хочешь найти ответ на этот вопрос. На человеческий разум опираться он нам банчер. Значит, ты что должен возвращаться на слова нашего создателя, нашего создателя из небытия, Аллаху Субханаллаху в Коран, и в суннах посланник Аллаху Саламу Алейкум. И вот дабы нам оставить правильно плоды, правильное отношение выработать между отцом и сыном, что мы, как родители, должны делать? В первую очередь, по отношению с моим детям, мы должны просить за них первый пункт дуа. Дуа за своих детей. Аллах Субханаллах, сурата Ибрагим, удивительный аят, Субханаллах. Аллах Субханаллах, когда Ибрагим, Алей Салам, делал кааб вместе с моим сыном Исмаилем, он просил дуа, Рабби, то есть обращение к Аллаху Субханаллаху, Ибрагим, Алей Салам, Умар, Аллаху Алейкум, сказал, Кто после Ибрагима, Алей Салам, может себя защитить от такого греха, то есть от поклонения идолу? Если Ибрагим, Алей Салам, не мог себя сам защитить от поклонения идолу, просил при этом дуа, Рабби, то есть за себя и за своих детей, чтобы не поклоняться идолу, то кто себя может, так скажем, защитить от этого, помимо Ибрагима, Алей Салам? Также из дуа, которые должны верующие просить, в Коране говорится, Дай нам из наших жен, из наших детей, таких, которые будут радовать нас, радовать наши глаза, сделай нас для богобоязненных примером, то есть не просто для обычных людей, даже для богобоязненных такой дуа просить, чтобы Аллах дал нам теква, чтобы Аллах Субханаллах дал нам богобоязненность. Также Закария, Алей Салам, помните, когда он просил Аллах Субханаллах дуа, какую дуа сделал? Уналик дуа Закария, Рабба, قال, Рабби, хаблимин ладунка дурлиятан, дурлиятан тайеба, иннака самиху дуа. Закария, Алей Салам, сделал дуа, Я, Рабба, Ома Господь, дай мне, аль-хамдулла, праведное потомство. Поистине ты слышишь, то есть Закария, Алей Салам просил дуа, верующие должны просить Аллах Субханаллах дуа до того еще, как Аллах Субханаллах дал дитина. Потом, когда человек пожелился, алхамдуллах, когда, алхамдуллах, между мужем и мужской, близость дуа, которая учила нас, постановник Аллах, салаллаху алейху ассалям, Аллаху маджанниблина шайтан, во джанниби шайтана марзавтана, Аллах Субханаллах, отдали от нас шайтана, и отдали от шайтана, от того, что ты нам дашь в качестве подарка, в Аллах Субханаллах, на другом зачатии, то к этому ребенку никогда шайтан не приблизится, сказал постановник Аллах, салаллаху алейху ассалям, три вида людей, у которых Аллах Субханаллах принимает дуа, право Мухаммад салаллаху альханниблина, сказал, три вида людей, Аллах Субханаллах принимает их дуа, это дуа мазлум, притесненного человека, дуа мусафир, дуа путника, и дуа адрррррррррррррра дуа отца по отношению к своему сыну. Эту дуа Мухаммад принимает в хадид, который приводит имам Ахмад, в имам Насай, а в риваяте от имама Тирмиди, в дуа рюарит Аллах принимает также дуа отца против своего сына. Поэтому, субханаллах, сколько, уважаемые братья и сестры, сколько бывает иногда, когда ты своего ребенка ругаешь и обзываешь его каким-то словом и говоришь, вот ты, астахаллах, ты дурак, ты ненормальный, ты дебил, да вот ты, астахаллах, некоторые родители говорят, да будь ты проклят, своих детей проклинаем. Это великчайшая ошибка, ведь пророк Мухаммад, салаллах, в хадиде, который роваху имаму Бухари, в Уссене, говорит, не делайте дуа против самих себя, не делайте дуа против своих детей, поистине ангелы говорят Амин на каждое ваше слово. Получается, когда ты своему сыну, астахаллах, говоришь там, вот ты дурак, ты ненормальный, ты дебил, он вырастет ненормальным дураком дебилом. Рахмаллах, аль-Валид, папа, рахмаллах, всегда говорил, если ты будешь своему сыну говорить там, например, твой сын ошибся, сделал какой-то неправильный поступок, ты ему скажи, Субханаллах, но ты ведь не дурак, ты вяжи у меня умный, почему ты это делаешь? Он не надо говорить, ты дурак, ты ненормальный, ты дебил, он будет таким, он и вырастет таким. Всегда он напоминает, я ему шестернан такое говорил, когда приходили люди, он такое наставление делал, И в этом хадисе сказано, не говорите плохие слова по отношению к своим детям, ангелы говорят, Амин на ваши слова. Поэтому это пойдет как, пойдет как Ад-Дуа, пойдет как Ад-Дуа. Поэтому это первое, делай за своих детей Дуа. Второе, то, что отец по отношению к своему сыну сможет сделать, это хорошее, мягкое отношение. Субханаллах. Взять своего сына, поцеловать его в лоб. Взять своего сына, Ад-Дуа поглазить по голове, обнять его, прижать к себе. Слово, которое выходит из сердца, которое зайдет в сердце твоего сына, какое оно прекрасное, это слово Ад-Дуа. Когда ты что-то такое скажешь, то, что полюбит вашего сына. В онлайне, я думаю, каждый из вас сейчас вспоминает своих отцов. И помню, что такие ситуации, когда его отец говорил какие-то такие слова, которые запомнили свою сыну. Например, там, улам, отец всегда сказал, улам, улам, и так это он говорил, и сердце выходило, и сердце заходило до сих пор. Мне кажется, когда он говорит, улам, улам, только звонишь ему, улай. Вот, улай, вы всегда, помните, перед Зухарем я ему звонил, отцу всегда, рахмаллах, звонил первым, я ему плянусь Аллаху, он не успевал ему салям давать. Я всегда папе звоню, хочу с ним поговорить. Он первый на переде, ас-сар-а-валийку, улай. Вот таким красивым, таким, субханаллах, таким, аж такой радостный, что он говорил. И это, субханаллах, сердце заходит. Аллах, и до сих пор помнишь эти слова, постоянно, альхамдаллах, вспоминаешь, и улыбка на лице появляется, и хорошо становится на сердце, альхамдаллах. Поэтому, давайте посмотрим, какой же был порок Мухаммад, саллах, в отношении с детьми, какого себя относился, альхамдаллах, в хадисе, который приводит имам Бухари Муслим, посланник Аллах, в хадисе, аль-Абкара, аль-Тамиме. Один раз, пророк Мухаммад, саллах, аль-Абкара, сидел в мечети, и пришел его внук Хасан. И тогда пророк Мухаммад, саллах, взял его и поцеловал ему. Рядом сидел Акара, аль-Тамиме, сахады, и сказал пророк Мухаммад, саллах, аль-Абкара, инна инди, мин ауляд, минна ладей, мин ауляд, ашар, фаляму, ма каббальту ахада, амину, у меня 10 сыновей, я ни разу ни одного и не поцеловал. И тогда пророк Мухаммад, саллах, аль-Абкара, и посмотрел на него и сказал, то, кто не проявляет милость, Аллах не проявит ему милость. То, кто не проявляет милость, Аллах не проявит ему милость. Сказал пророк Мухаммад, саллах, аль-Абкара, поэтому иногда человек жестким сердцем, грубый, просил Аллах, дай мне свою милость. Аллах не дает ему милость. Почему? Потому что он сам не проявляет милости. Поэтому если мы хотим, чтобы Аллах свою милость проявил по отношению к Ням, мы сами должны начинать с проявления милости. Если ты не можешь быть милостью к своим детям, к своей супруге, к своей семье, то тогда к кому? Вопрос задается вопрос, к кому ты тогда сможешь быть милостивым, если ты к ним не сможешь быть милостью? Один раз посланник Аллаху был на мимбаре, проводил хутбу про Мухаммад. И мимо проходили его внуки Хасейн Хасейн. Посланник Аллаху забыл про хутбу, посмотрел на них, спустился с мимбара, взял их обоих и посадил рядом. И потом прочитал аят Знаете то, что ваше имущество и ваши дети фитна. И сказал саллаху алейхвасалям, я увидел этих два красивых мальчика своих внуков не смог проявить собор, взял их и посадил их рядом с собой. То есть так саллаху алейхвасалям. Пророк Мухаммад саллаху алейхвасалям когда читал намаз, иногда его внуки и дети на него напрыгивали в сажда и он из-за этого долго делал сажда. Хадисы тоже, которые приводятся к Исаха Хасейн. Пророк Мухаммад саллаху алейхвасалям Аль-Шаддад Абдуллаху алейхвасалям Абдуллаху алейхвасалям и он не сдавал сажда. И обратная голову, то есть обратно ушел земной поклон, обратно ушел сажда. И когда он дал салям, сахама Радуллаху алейхвасалям сказали, о посланник Аллаха, один из сажда ты сделал длинным. Никто об этом не знает, что на нем был ребенок кроме Абдуллаху алейхвасалям. Говорит, ты долго был сажда, что случилось? Абдуллаху алейхвасалям что-то случилось? Абдуллаху алейхвасалям или тебе пришло вахью в этот момент, откровение от Джибраил алейхвасалям. Профессаллаху алейхвасалям сказал нет и не то на мне был ребенок он меня заставил долго быть сажда я не хотел подниматься, я хотел, чтобы он закончил то, что он хотел, ребенок и потом только, когда он с меня слез потом только я стал сажда также иногда саллаллаху алейхвасалям он быстрее читал намаз из-за детей в хадисе, который приводит в Бухари Муслим посланник Аллаху алейхвасалям сказал, когда я стою среди вас имамом я хочу длинше читать намаз ведь в хадисе другом Мухаммад сказал то есть все, что успокаивает мое сердце, мое тело это намаз я хочу долго читать намаз я хочу длинно читать намаз поэтому, кто из вас намазе отдыхает, это признак его имана я хочу длинно но вдруг я слышу вдруг я слышу, как ребенок плачет, и я знаю, как он хочет своей маме и знаю, как мама из-за него переживает я говорю быстрее читай намаз из-за боязни по отношению к этому ребенку вот такой был Несмотря на то, что он сам не смог насладиться своей мамой ведь его мама умерла, вы знаете, когда ему было 6 лет видел не разу своего отца только видел могилу своего отца поэтому сам был ятимом Руку Мухаммад и Аллах в Коране говорит Аллах же тебя застал ятимом сиротой он сам тебя воспитал а щавкей сказал ты упомянут в Коране как ятим и как дорог прекрасен тот джемчуг который скрывается в глубине в глубине сироты то есть если его погладишь ты приближаешься к Аллаху ты его возьмешь на воспитание ты сказал я и тот кто смотрит сироту со мной будет на таком расстоянии в раю сказал посланник Аллаха сам не мог это прочувствовать в детстве пророк Мухаммад но передавал вот эту любовь вот эту заботу своим внукам и другим детям как он любил детей третий пункт по отношению к своим детям это обращение к нам как к отцам если мы сказать первое сделать за ним дуа второе то что мы должны проявлять мягкость по отношению к своим детям третье если у нас несколько детей все должны справедливо к каждому относиться одинаково пророк Мухаммад сказал Бойтесь Аллаха в сахии Бухари в сахии Бухари и будьте справедливы между вашими детьми в хадисе который приводится от Нумана Башир его отец привел его в послание и сказал я этому сыну подарил я ему подарил мальчика то есть раба который будет ухаживать за ним тогда пророк Мухаммад спросил он сказал он сказал он сказал когда пророк сказал верни обратно потом пророк Мухаммад сказал он сказал а хотел бы ты чтобы каждый из твоих сыновей одинаково к тебе относился да я бы хотел бы чтобы каждый из моих сыновей одинаково с уважением ко мне как к отцу относился так ты будь одинаково справедлив каждому из них сказал и четвертый пункт на который хотелось бы обратить внимание братья мои это быть примером для своих детей если посмотреть субханаллах умами сабиках в куран вы читаете посмотрите там те умы которые были до посланника Аллаха основная причина почему они отдалялись от единобожия от тавхида и не шли за дарвату своих пророков своих пророков не шли не слушали своих посланников почему потому что они опирались на то что делали их отцы посмотрите например народ ну алисалям ну алисалям когда призывал к единобожию какой их был ответ они говорили мы об этом не слышали от наших предков наши отцы так не делали мы от них не слышали эту информацию когда призывал к единобожию что они ему отвечали алисалям 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 ты пришел чтобы нас отдалить от того чему поклонялись наши отцы наши отцы поклонялись идолам взять народ салям алисалям алисалям салям призывал к единобожию какой в куране ответ народу салям алисалям ты нам запрещаешь поклоняться тем кому поклонялись наши отцы взять умру пророку Мы застались от наших отцов на этом пути, то есть поклоняющихся идолам, и мы будем идти по этому пути. Такой был ответ у Крайшитов пророка Мухаммаду. Поэтому я мой брат, ты мой брат, по отношению к своему сыну, может быть примером, как на благое, и может быть примером, как на что-то плохое, на то, что принесет вред после смерти тебя, не принесет никакую пользу. Поэтому, если посмотреть, как выстраивались отношения. Посмотрите на Куран. Ни одного нету аятов в Куране, где бы Аллах нам приводил диалог между мамой и сыном. Но есть много диалогов между отцом и сыном. Ибраильм, алейхиссалям, с Исмаили, алейхиссалям. Диалог Нухмада, алейхиссалям, его сын. Диалог Нуха, алейхиссалям, его сына. И везде вот этот диалог выстроен, как дружеский диалог. Да, бывает там суп-портинация между отцом и сыном и так далее. Но именно если посмотреть на Коран, уберем все адаты одного тюртского народа, другого народа и так далее, возьмем только Коран и посмотрим, какой же был именно, как же диалог выстраивался между отцом и сыном, он был дружеским характером. Поэтому Ибрахим, алейсалям, когда увидел сон, он что-то сказал, я вижу во сне, что я тебе приношу жертву, что ты на это скажешь? Его ответ тоже, о мой папочка, делай то, что тебе приказано. Ибрахим, алейсалям, не предавай, не предавай, не предавай, не предавай, не предавай, с товарищей, то есть диалог между отцом и сыном. садись вместе с нами на этот корабль на ковчег я соберусь на большую город и спасет меня от наказания сегодня ничего тебя не спасет от доказания Аллаха исключением лишь является те, которого Аллах проявит свою милу суть в чем, братья мои, то, что есть диалог, общение когда ты слышишь, говоришь, слышишь от Аллах если посмотреть, с кем у них был диалог, диалоги были не с ровесниками, диалоги были не с какими-то там братьями которые близки друг другу по возрасту, а своими сыновьями тогда Исмаил алейсалям более под 90 лет было, Исмаил алейсалям было 9 лет, то есть вот так все равно, как ты на это смотришь, что ты на это скажешь, то есть хочет тоже услышать его мнение, альхамдулллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл проводить какие-то доказательства, то, что он может, ну, вот так делать, и такой путь еще она принесет, ты как сам на это смотришь, у тебя какое мнение, когда, альхамду, мы сможем правильно выстроить диалог, ничего между отцом и сыном, учитывая все вот эти четыре пункта, делая дуа со своими детьми, также, альхамду, мягкость проявлять в отношениях к своими сыновьями, также третье, чтобы справедливо относиться к каждому из сыновей, альхамду, и четвертое, быть примером, благоволю своих детей, альхамду, потому что, альхамду, сыновья, они не берут то, что мы им говорим, они берут то, что мы делаем, показываем, альхамду, то тогда, инша, Аллах, и будучи в этой жизни, и после нашей смерти, альхамду лилля, мы увидим, как в наших могилах уже, альхамду лилля, мы увидим именно вот эти, как звоночек, будет нур приходить в наши могилы, альхамду лилля, Аллах будет возвышать, возвеличивать в степенах рая, альхамду лилля, поэтому прошу Аллаха, чтобы мы были достойными отцами, чтобы мы были достойными сыновьями, своих отцов. Прошу Аллаху, чтобы каждый, кто здесь пришел, чтобы Аллах дал нам возможность выстроить правильный диалог с нашими отцами или с нашими сыновьями согласно Тур'ану и сольный посланник Аллаха. Тот, кто из наших родителей живые, пускай Аллах продлит им еще много жизни поклонения Аллаху. Тот, кто ушел из этой жизни, пусть Аллах проявит им отношение к ним в свою милость. Субтитры создавал DimaTorzok